Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте! А сейчас я буду делать масочку. Мне нужно восстановить кожу, кожу лица. Но, естественно, когда я делаю маску, я обязательно распариваю перед маской, всегда распариваю лицо. Сейчас оно у меня распаренное, для того, чтобы открылись поры, размякли и принимали нормально все ингредиенты, которые я хочу, чтобы проникли глубоко в поры. Я буду делать основу алоэ вера. Вот у меня остались такие всякие ошмёточки от имбиротерапии. Вот имбиротерапия моя с алоэ вера. Как делать имбиротерапию с алоэ вера? Внизу будет ссылочка, обязательно посмотрите. И я уверена, что вы себя оздоровите. Здорово оздоровите и омолодите. Потому что внутреннее здоровье немаловажно. Итак, вот все мои остатки я погружаю в чесночницу. В свою старую, добрую чесночницу. Что это у меня такое? Это у меня остались вот такие вот, вот такая кожица от алоэ вера. И вот таким образом, примерно столовая ложка, вот так я выдавливаю все остатки. Вот так, соков, которые в этой кожице. Отлично. Все, даже немножко зелени. Потому что хлорофилл там и все такое, то, что нам необходимо. Вообще хочется сказать, что алоэ вера инициирует синтез эластина и коллагена. Это очень важно. Вот эти белки необходимы для предотвращения старения кожи. И алоэ вера также наиболее широко используется для смягчения и увлажнения кожи. Вот это помогает в увеличении распределения крови. Следовательно, обеспечивая более легкий обмен кислорода между клетками. Следовательно, давая им питание. Питает нас. В алоэ вера, я уже говорила, более двухсот там витамин, микроэлементов. Всего вот такого. Итак, вот что у меня получилось. Давайте посмотрим. Вот такая вот субстанция. Теперь я добавлю овсянки. У вас у всех есть овсяночка и у меня тоже. Вот я взяла овсянки, столовую ложку. И в кофемолке перемешала. У меня получилось, вернее, размолола. У меня получилась мука. Самая настоящая. Вот такая вот овсяная мука. И положим ее сюда. Перемешаем. Можно сказать, вот и все, да? Нет, дорогие мои. Вот и не все. Для меня это не все. И все будет, когда я возьму вот эту свою имбиротерапию и добавлю несколько капелек. Для тех, кто не имеет этого, очень легко сделать. Внизу будет ссылочка, как это сделать. Потому что, оп, все. Вот теперь все. Где-то пол чайной ложки. Потому что именно вот эта имбиротерапия, вот, содержит в себе огромное количество витамина С от лимона, а также от имбиря сок и мед. Мед, дорогие мои, здесь мед. Вот я добавляю где-то примерно пол чайной ложки. Ну, так, чтобы консистенция вот получилась такая кашица. Вот теперь эту кашицу я наношу на кожу лица. Это прекрасно убирает пигментацию. Это прекрасно разглаживает морщинки. Как я уже и говорила, это делает синтез эластина и коллагена. То, чего не хватает нам после 30. Эта масочка чрезвычайно необходима. И ее нужно делать 10 дней подряд. 15 минут держу. Потом смываю теплой водичкой. И так 10 дней подряд. После этого накладываю легкий кремик. Все. Тоже крем у меня содержит в себе сок алоэ вера. Кремы мы делаем сами. Как их делать? Зайдите ко мне в библиотечку. И там есть, делаем кремы сами. И как раз у меня масса рецептов, как сделать крем. В принципе, теперь кто спешит, может убегать. Потому что все уже сказано основное. Ну, а кто кое-что интересное хочет узнать, тот остается. Я теперь могу рассказать для тех, кто не спешит, почему я часто использую овсянку. Потому что именно в овсянке есть уникальные свойства. Там большое разнообразие витаминов, микроэлементов. Ну, первонаперво хочется сказать сразу за цинк. Вы же знаете, как цинк влияет на кожу. Кто занимается космецевтикой, как я, тот прекрасно знает, что цинк помогает очистить кожу и вывести из нее токсины и другие вредные соединения. Кстати, в медицине есть такая цинковая мазь. Вот как раз на основе цинка. А вот я беру цинк из овсянки. Еще цинк достаточно эффективно сужает поры и оказывает омолаживающее действие. Еще есть в овсянке железо. Оно служит одним из важных элементов для питания и насыщения влагой клеток кожи. Чтобы еще больше сделать насыщение лица, эпидермиса кожи, железа, можно добавить еще яблочко. Еще есть в овсянке марганец. Он убирает отечность. Вот поэтому я люблю использовать в своих масках овсяночку именно. Отечность и воспаление марганец убирает. Еще способствует быстрому заживлению кожи после ран, ушибов, ожогов и других микротрав. Магний. Еще есть магний. Он, зачем он нужен? Он нормализует циркуляцию крови и обеспечивает такое выраженное обновление клеток кожи. Ну и также витамин Е. Иногда я беру и специально капаю сюда дополнительно витамин Е. Хотя витамин Е есть уже в овсянке. Есть витамины группы В, но и хочется особенно сказать, что вот есть такое вещество, называется вентрамид. Если вы не знаете, то запишите в нашу копилочку. Вентрамид, бета-глюкан и кремний. Вот они вместе обладают антиоксидантными свойствами, которые замедляют процесс старения кожи и не дают появляться всяким нехорошим опухолям. И повышают эластичность кожи, благодаря чему лицо наше становится подтянутым, таким упругим. Это вентрамид, бета-глюкан и кремний. Я уже говорила много раз, что кремний для лица также необходим. Да и вообще для организма кремний необходим. Вот такая это уникальная масочка. Очень-очень часто делаю основу именно из овсянки. Какую основу можно еще делать? Иногда добавляют просто пшеничную муку. Ну вот если нет у вас овсянки, но все равно это уже не то. Это уже так просто, чтобы сделать вот такую вот кашицу. И все. Ржаную муку также добавляют. Тоже, кстати, очень неплохо вместо овсянки. Но все-таки я чаще всего использую овсянку. Вообще, вот любую маску, которую бы вы ни делали, можно за основу брать овсянку. Залить 2-3 столовые ложки овсяного продукта кипящей водой. И таким образом вода немного, чтобы покрыла ингредиенты. Далее смесь настаивают 5-10 минут, чтобы овсянка вобрала в себя жидкость. И вот такую основу можно использовать самостоятельно. А можно смешивать с маслами. Или с любыми другими компонентами, которые вам необходимы. Но нужно знать, что включают в себя вот эти любые другие компоненты. Например, можно добавить немножко меда и яблока. Тут уже много железа, витамина С и прочих витамин. Или, например, сливовая маска. Очень хорошо, если овощные делаете масочки. Добавляете, например, помидоры. Ну, в общем, тут фантазию включайте. Но обязательно капайте. Добавляйте сюда какие-нибудь масла. Например, пару капель оливкового масла. Или пару капель виноградной косточки. Очень хорошо. Просто аевит витаминки. В жидком виде аевит. Очень хорошо будет. Вот и все. Вот это вот то, что я хотела с чем поделиться. Будьте здоровы, будьте красивы, отбеливайтесь. Это масочка. Еще раз хочу напомнить. Требует курса. То есть 10 дней. Через 10 дней вы увидите потрясающий эффект. Я люблю вас. Будьте благословены. Вы и ваши близкие. Пока-пока.